Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Такой функционал есть в Удмарте. И давайте сначала посмотрим, как это работает. У меня уже это все настроено. То есть вот сейчас я на своем демо-сайте не авторизован. Я могу нажать на иконку профиля. Если я не авторизован, вот штатные моменты авторизации. Здесь появляется кнопка ВКонтакте после настройки. Либо если создать аккаунт, вот на этой странице. То есть вот так вот вход, вот так вот регистрация. То есть это сделано для удобства, чтобы человеку просто через ВКонтакте можно было войти. Естественно, у вас должен быть профиль в социальной сети ВКонтакте. И в этом браузере, конечно же, вам нужно быть авторизованным во ВКонтакте. Давайте посмотрим. Я просто нажимаю одну кнопку ВКонтакте. Меня перебрасывает на промежуточную страницу. Сейчас я расскажу, как это все настраивается. Здесь я нажимаю продолжить, как Федор. Получается, Федор именно в социальной сети ВКонтакте меня перебрался на страницу, где мне говорят, что я успешно вошел. То есть если я перейду здесь на профиль, все, я вошел, как обычно. Также информация записывается, если мы перейдем в пользователи. Вот я зашел только что. Здесь учетная запись создалась. И роль клиент. Теперь переходим к настройкам. Настройки темы. Ранее в уроках мы с вами прошли мой аккаунт. Дальше у нас идет на очереди социальный профиль. Только потом идет интеграция, где мы можем синтегрироваться с разными социальными сетями. Но просто мы уже ранее в уроках затрагивали. Поэтому я здесь не останавливаюсь. Единственное, что мы не рассмотрели, это липкие социальные кнопки. Это возможно, чтобы сбоку вот так вот иконки залипали в социальных сетей. А вот дальше как раз идет интеграция. Мы опять же не все рассмотрим, потому что у нас многие моменты в России неактуальны. Скажем, Instagram можно и по идее здесь синтегрироваться. Дальше с Google картами. Тоже считаю, что неактуально сейчас для России. И переходим на социальную интеграцию. Также Facebook можно подключиться здесь, настроить. Также Google, то есть это уже авторизация. Можно настроить и Facebook, и Google вход, и ВКонтакте. Вот как раз ВКонтакте в этом видео и поговорим. Здесь у меня уже настроено. Ниже очень важные моменты подсказки. Что нужно сделать? Сначала вы переходите вот по этой ссылке, прямо отсюда. Нажимаем. Естественно, вот здесь вот видно, что я авторизован. Именно авторизован уже в самой ВКонтакте. Вот если вы тут не авторизованы в социальной сети, конечно, надо авторизоваться. Дальше я нажимаю вот здесь вот создание приложения, потом создать приложение. А далее здесь я выбираю сайт. Пишем какое-то название сайта. Ну, то есть ваше название сайта, потом перейти. У меня уже есть ранее созданное приложение. У вас, скорее всего, на эту страницу вас не перебросит. Я нажимаю добавить приложение. У вас будет вот такая вот страница. Здесь пишите название приложения. То есть это, возможно, домен вашего сайта. Дальше вот здесь я ставлю переключатель веб. Сразу можете загрузить иконку, логотип вашего магазина, потому что он будет фигурировать во время авторизации. Нажимаем дальше. Вот здесь вот вы пишете сайт. То есть в каком виде это, да? Я покажу сейчас. Вы копируете. Здесь, в принципе, подсказка есть. Без HTTP. Вот так вот вы его пишете. Доверенный редирект. То есть редирект это перенаправление. Мы возвращаемся в настройки. Нам также, у вас здесь своя будет ссылка. У меня своя. Вот прям копируйте из подсказки ее. Вставляйте ее здесь обязательно. И нажимаем готово. Здесь нужно подтвердить действие. То есть я через свой телефон подтверждаю действие. После этого вас перебросит вот на такую же страницу. где обязательно перейдете доступы. Включите обязательно, чтобы почта. Ползунок включаем. Доступ к email пользователям. Сохранить. Далее переходим. Приложение. Отсюда можно логотип загрузить, если вы ранее не загрузили. Здесь ничего сложного нет. Вам нужно скопировать. Вот здесь иконка копирования. ID приложения. Вы его проставляете вот здесь. И надо еще вставить некий код. Вам его будет не видно. Это защищенный ключ. Нажмете на глазик. Вот тут способ проверки. Выберите, чтобы подтвердить. И после этого вам откроется ключ. Вы его полностью скопируете. И вставите вот сюда. И нажмете сохранить настройки. Все. После этого будет работать авторизация через социальную сеть ВКонтакте. Я вначале показал этого видео, что у меня все работает и как это работает. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Inside. Сайт. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. Продолжение следует...